Каспийская флотилия Каспийская флотилия В гимназии он изучил трудолева Толстого, Эдуарда Гартмана, Артура Шопенгауэра, которые оказали на юношу огромное впечатление и под влиянием идей и теории этих писателей начал мучиться проклятыми вопросами и дал себе слово разрушить своими произведениями любовь, мораль, религию и закончить свою жизнь всеразрушением. В 1891 году Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета. К учебе в университете Андреев относился без энтузиазма. Редко посещал занятия, с трудом сдавал зачеты и экзамены. Жил бедно, часто голодал, пробовал писать рассказы, но куда и кому не предлагал, всюду получал отказ. Но Андреев продолжал писать и, наконец, в 1892 году в журнале «Звезда» был опубликован рассказ «В холоде и золоте». Это окрылило молодого человека и он поспешил поделиться новостью со своим знакомым. Это было моим первым опытом и, к счастью, удачным. Теперь уж с уверенностью своей склонности займусь не на шутку писательством. Я уверен, что меня ожидает успех. Я знаю себя, знаю, что смогу сделать многое, если захочу. В 1893 году Андреева отчислили из университета за неуплату. Он был вынужден подать прошение о переводе на второй курс юридического университета в Москву. Ответ был положительный, и Андреев перебрался в Москву. Здесь нашлись друзья из Орловского землячества, которые поддержали его, и жизнь понемногу стала налаживаться. Но в 1895 году к нему приехали жить мать с детьми. И началось в буквальном смысле хождение по мукам. Редких и небольших гонораров, которые удавалось заработать на газетных статьях и фильетонах, хватало лишь на уплату съемного жилья. На еду не оставалось ровным счетом ничего. В мае 1897 года Леонид Андреев успешно сдал экзамены и получил диплом адвоката. А летом того же года устроился на работу помощником присяжного поверенного Московского судебного округа. И одновременно получил предложение стать репортером журнала «Московский вестник», где публиковались судебные отчеты. Но это были неформальные репортерские сообщения о разбиравшихся в суде делах. А все внимание автор уделял характеристике подсудимого, среде, в которой тот вращался, и причинам, побудившим его к совершению преступления. Талантливого автора репортажа приметили и пригласили стать судебным репортером в ежедневную газету «Курьер», сочинять фильеттоны из зала суда. Для пасхального номера по заданию реакции Андреев написал рассказ «Баргамот и Гораська» о полицейском, который пожалел орловского пьяницу накануне праздника и отпустил. Рассказ прочел Максим Горький и признался. От этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта. Максим Горький, сам прошедший в юности свои университеты, очень сочувствовал и охотно помогал новичкам, делающим первые шаги в литературе. И Алексей Максимович пригласил молодого автора на заседание клуба «Среда», где собирались известные уже поэты и писатели, такие как Бунин, Куприн, Белоусов, Чириков, Телишев и другие. Андрееву предложили прочитать любой на его выбор рассказ, обсудить и выслушать советы коллег. Боевое крещение прошло, что называется, на высшем уровне. И в 1901 году в издательстве «Знания», который возглавлял Горький, вышел первый сборник рассказов Леонида Андреева. А вскоре имя его заблистало в литературе. Все журналы и газеты заговорили о нем. Книга его, как говорится, полетела. Сборник был настолько популярен, что через год его переиздали, дополнив новыми рассказами. После первого успеха Андреев оставляет в 1901 году адвокатуру и всерьез отдается литературной деятельности. Кроме рассказов, он создает более объемные произведения – повести, романы, пьесы, многие из которых вызывали в обществе горячие споры. Особенность творчества Леонида Андреева с точки зрения литературоведов невозможно было в то время отнести к какому-либо определенному направлению в литературе. Слишком уже разнились его художественные методы, слишком необычен был стиль. Произведения Андреева отличались резкостью контрастов, неожиданной поворотой сюжета в сочетании со схематичной простотой слога. При этом он напорист, экспрессивен, с подчеркнутым символизмом. Отзывы о нем оставили Максим Горький, Рерих, Блок, Чехов и многие другие его современники. И все они были единодушны. Леонид Андреев был признан ярким писателем Серебряного века. Субтитры создавал DimaTorzok